Арда, ЕС долгое время не использовал термин «оккупированная территория». Как Вы считаете, что изменилось и вообще кто влияет на формирование этой повестки? Вопрос с этой терминологией очень интересный. История того, как изменилась терминология. На самом деле, после признания Абхазии России, Абхазии Южной Осетии, ЕС в очень длительное время не использовал сознательно этот термин, поскольку они все-таки были хозяевами Женевских дискуссий и претендовали на роль той стороны, которая помогает в анализе конфликта, в том, чтобы продуктивно шли эти дискуссии Женевские и так далее. И этот отказ от термина «оккупированные» — это все-таки была дань учету абхазской позиции. И это все-таки отражало реальность определенным образом. Мы знаем, что этот вопрос очень часто становился предметом дискуссий и недовольства грузинской стороны. Они много раз выражали свое недовольство тем, что Европейский Союз и его политические структуры, в отличие, кстати сказать, от Европарламента, никогда не использовали этот термин, и требовали, чтобы Европейский Союз перешел на терминологию грузинского правительства. И вот мы видим, что в итоге это произошло. Но почему встал этот вопрос? Мне кажется, что это связано с тем, что политика Грузии стала достаточно явно меняться, и у Европейской стороны, у Евросоюза возникали вопросы относительно того, насколько придерживается Грузия в своей проевропейской политике. Я думаю, что они хотели сделать некий шаг навстречу соответствующей требованию грузинской стороны, чтобы как-то укрепить эти расшатывающиеся отношения. Но поскольку механизм принятия решений настолько инерционен, настолько сложный, многоуровневый, что это заняло больше, чем полгода, и само решение перейти к этой терминологии, оно практически приурочено было к пику событий, связанных с принятием закона об иноагентах. И получается очень странная вещь, когда после предупреждения Евросоюза о том, что будут некие последствия после принятия этого закона, если это произойдет, вдруг оказывается, что фактически Грузия, наоборот, получила такую поддержку и шаг навстречу. Поэтому это говорит лишний раз о том, что вот такая система принятия решений, не учет реальных событий, не учет реальности, приводит к каким-то непонятным, непродуктивным, неэффективным решениям. Потому что, если говорить о восприятии в Абхазии этого решения, то, конечно, это еще больше отдаляет, так сказать, нашу страну от неких доверительных отношений, которые необходимы, допустим, в отношениях с посредниками и так далее. И тогда, когда уже возникли вопросы о переносе женевских вискуссий с территории Евросоюза в какую-нибудь другую страну, это решение только еще один аргумент в пользу того, что Европа занимает несбалансированную позицию и придерживается грузинской позиции в этом конфликте. На ваш взгляд, как теперь звучит эта терминология? Эта терминология звучит так – оккупированные, отколовшиеся территории, может быть, самопровозглашенные территории. То есть, если раньше это было отколовшиеся или самопровозглашенные, то теперь слово «оккупированные» будет постоянно как бы сопровождать этот термин. Это уже второй шаг после запрета использования российских паспортов, выданных в Абхазии. Политика Евросоюза в отношении Абхазии становится менее гибкой, на ваш взгляд? Ну, знаете, гибкой она никогда не была. Но были времена, когда все-таки некоторые представители Евросоюза, в частности, как Питер Сеннеби, который был спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе, и он все-таки был сторонником взаимодействия с Абхазией, признания того, что это страна со своей политической жизнью, со своими потребностями культурного взаимодействия, экономического взаимодействия с окружающим миром. К сожалению, это его предложение о взаимодействии без признания, оно не получило дальнейшего развития. Грузия в этом плане очень как бы сделала все, чтобы блокировать эту стратегию. Ну и Европа, в общем-то, не особенно стремилась продолжать, потому что все последующие спецпредставители Европы на Южном Кавказе, они не продолжали эту стратегию. Но мне кажется, что эти шаги, они вообще как-то ставят под вопрос, все-таки каких ценностей, на каких ценностях основаны те или иные решения Евросоюза, когда они имеют дело с конфликтами и так далее. То есть публично они озвучивают, что для них очень важны гражданские ценности и живое гражданское общество и так далее. Но в реальности мы видим, что то, что происходит в Абхазии, здесь мы видим, что общество очень активно включается в решение важных вопросов, что это абсолютно они не видят, им это просто неинтересно. Поэтому, конечно, мне кажется, от таких решений Европа только теряет в доверии и в понимании того, на чем оно все-таки основывается. То есть такое ощущение, что при громких фразах о ценностях в реальности это реалполитик, и тоже непонятно, не всегда понятно, каким целям это служит, такие решения. Как вы думаете, могла ли сыграть свою роль закрытость Абхазии в изменении терминологии в отношениях? Я думаю, закрытость Абхазии во многих отношениях играет роль. Недаром, так сказать, Грузия очень старается, чтобы Абхазия не открывалась. И Европа в этом помогает. И уже после войны прошло более 30 лет, тем не менее, мы фактически под санкциями находимся и так далее. И вот сейчас определенные шаги, которые усиливают эту изоляцию. Поэтому, когда с нашей стороны идут какие-то шаги, которые ведут к большему закрытию Абхазии, это как бы непонятно, и это только усугубляет наше положение. Положение страны, которая ищет международного признания, хочет, чтобы ее знали, хочет, чтобы понимали наши мирные намерения и желания просто развиваться и сохранить свой народ, и найти свое место на политической карте мира. Поэтому, мне кажется, когда сюда приезжают политики, дипломаты, представители культуры, бизнеса и так далее из далеких стран, это только на пользу Абхазии, потому что они видят, что это особая страна со своим характером, лицом, народом, языком и так далее, со своими устремлениями, со своим уважением к своей истории, со своими ценностями, для которых национально-освободительное движение играет огромную роль. Поэтому, мне кажется, чем больше людей сюда могли бы приехать, в том числе дипломаты, политики, может быть, и в первую очередь, то это только на пользу Абхазии. Поэтому, когда наши политики предлагают закрываться, предлагают прекращать контакты с международными организациями, мне кажется, это лед в воду на мельницу грузинской политики изоляции Абхазии. Поэтому, мне кажется, что здесь внутри тоже надо было бы пересмотреть какие-то моменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!